Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской АЭС в студии Олег Соловьев. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Итоги комплексной оценки взаимодействия станции с московским центром ВАО АЭС. 4 миллиона рублей получит Десногорск от атомной отрасли в ближайшие дни. На Смоленской АЭС в работе 1 и 3 энергоблоки. Общая мощность составляет 2056 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер 2 с 22 мая находится в плановом среднем ремонте. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 8 дней июня составила 348 миллионов киловатт-часов. С начала года выработано более 9,3 миллиардов киловатт-часов. Сверхплана 168 миллионов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На самый высокий уровень А поднялось взаимодействие Смоленской станции с московским центром ВАО АЭС. Это стало возможным благодаря ее заинтересованности и активному участию в программах Всемирной Ассоциации, наличию богатого опыта эксплуатации и способности оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается для повышения безопасности. Официальные результаты категоризации, которую провели в конце мая признанные эксперты в области атомной энергетики, стали известны 5 июня. 4 миллиона рублей получит Десногорск от атомной отрасли в ближайшие дни. Средства, предназначенные для поддержки людей, наиболее пострадавших в связи с эпидемией COVID-19. В роли оператора и координатора благотворительной программы выступает Фонд содействия развитию муниципальных образований АТР АЭС. В нашем городе общественная организация ветеранов войны и труда. Как известно, атомщики по всей России с первых дней после объявления особого режима не только обеспечивают безопасность и бесперебойность работы предприятий, но и в качестве волонтеров снабжают людей на карантине продуктами и лекарствами, а некоторые помогают врачам в больницах. Более 800 сотрудников присоединились к всероссийскому движению «Мы вместе». Кроме того, были оперативно организованы пошив и стерилизация защитных масок, изготовление оборудования для дезинфекции, закупка средств диагностики, консультации медицинских учреждений по оптимизации процессов. Новый благотворительный проект – часть этой поддержки. В общей сложности всем городам-спутникам АЭС направлено 37 миллионов рублей. По проведенному анализу на сегодняшний день, наиболее требующими нашего внимания и нашей помощи, мы представляем эту группу маломобильных жителей нашего города, которые сегодня нуждаются как в финансовых средствах, так и в технических средствах и лекарственных средствах, которые не всегда можно сейчас купить в аптеках. И мы предлагаем, Сергей Николаевич, рассмотреть как один из видов показаний адресной помощи – это приобретение ноутбуков для малоимущих семей, для детей, для наших школьников. Уважаемые десногорцы, 12 июня – День России. Предлагаем вам ознакомиться с афишей праздничных мероприятий, которую вы видите на экране. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok